Сейм Литвы назвал Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Статья Нарея новости за 10 сентября 2020 года. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Литовский парламент призвал международное сообщество поддержать это решение, а также созданный оппозицией и координационный совет. Авторы резолюции также предложили рассматривать действия президента Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны. В документе подчеркивается, что подписание новых международных договоров с Россией ограничивает суверенитет белорусского народа. Кроме того, парламентарии потребовали от Москвы не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и отказаться от новых соглашений с Минском. Сейм Литвы пригрозил новыми санкциями, если Россия попытается ограничить суверенитет Белоруссии незаконными средствами. Ранее Литва, куда Тихановская уехала сразу после президентских выборов, отказалась признавать результаты и запретила Лукашенко въезд в страну и открыто поддержала оппозицию. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вильнюс в ситуации вокруг Минска перешел все границы. По словам министра, есть основания полагать, что литовские власти и Тихановская работают совсем недемократическими методами. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. После выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами, применялись лизоточевый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД Республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек. Среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Сейм Литвы назвал Тихановскую избранным президентом Белоруссии.